Я очень рад, что здесь руководство Российского исторического общества в лице Константина Могилецкого, Константина Ильича. И хочется сказать, что мы принимаем вот это предложение. У нас тоже в этом направлении уже ведутся работы. Я должен сказать, что в изданном многотомнике академической истории Армении вот этот период довольно-таки подробно представлен. Хотя я думаю, что у нас в этом направлении, у российских коллегистик, еще много работы в этом направлении. Ну, пять лет это с одной стороны много, с другой стороны мало. И я думаю, до этого тоже у нас будут мероприятия. Буквально в конце сентября в Волгограде, Сталинграде международная конференция будет происходить. И там мы будем говорить о Сталинградской битве, которая имела не меньшее значение не только для всех народов Советского Союза, но особенно для армянского народа. Так что я думаю, мы еще будем иметь возможность сотрудничать. И здесь и уважаемый посол, и мы тоже видели нашего знаменитого земляка Смайка СССР. Я хочу сказать, что Институт истории готовится отметить столетие образования СССР, который более сблизил нас. Я издаю книгу к столетию образования СССР и Армения. Так что мы, уважаемый Константин Ильич, уважаемый посол, тем более у нас очень тесные связи с руководством Института истории Академии Нового Белоруссии, мы можем организовать совместную конференцию, или мы можем официально пригласить вас на конференцию, которая будет организовывать Институт истории, посвященная столетию образования Советского Союза. Конечно, мы понимаем народную истину, что у кого нет, кто не сожалеет о распаде СССР, у кого нет сердца, а кто сожалеет головы, мы это все хорошо понимаем. И все-таки это наша общая история, и это случай отметить вот эту славную страницу нашей совместной истории Советский Союз, образование Советского Государства, которое Армения имела, как и другие республики, выдающиеся успехом. Я понимаю некоторых наших ораторов, к сожалению, и у нас, и в России, и в целом мире трудные времена, и нам поэтому надо вот такие исторические события правильно отмечать. И спасибо Академию Борисовичу за инициативу организации. Ну, я думаю, еще колесо истории, оно все время вертится, и следующий виток уже будет в пользу наших народов, наших государств, и в этом есть большая уверенность. Ну, не надо забывать, по какому случаю мы собрались. Еще раз я хочу поздравить всех нас, армянский русский народ, со знаменательной датой с 95-летия Ашаканской и Аштаракской битвы, сражения. И я знаю, что очень многие, да и все, наверное, очень хорошо знают о ее истории, нюансах разных, но должен представить некоторые и подробности этого исторического события, особенно для наших и российских, и белорусских коллег, думаю, будет интересно. Следуя внешнеполитическому курсу императора Петра I и императрицы Екатерины II, с начала XIX века Россия, Российская империя резко усилила свою восточную, вместе с тем, кавказскую политику. В период победоносных русско-персидских и русско-турецких войн I-30-летия XIX века армяне принимали самое деятельное участие во всех акциях русского правительства. Армянские добровольческие отряды, армянское население вместе с русскими войсками и подразделениями оказывало сопротивление врагу, внесло свой посильный вклад в победу русских войск. Совместная борьба русских войск и армянского населения явилась в демонстрации безграничной взаимной веры армянского и русского народа, явилась исторической предпосылкой для их объединения. В самый разгар очередной русско-персидской войны 1826-1828 годов настоятель Исмиотинского монастыря ладыка Нерсес Аштар-Акицы призвал армянское население выступить против врага, чтобы вместе с русскими войсками следовать в родную Армению и отомстить за попранные права предков наших и их потомков. Справедливо усматривая содействие русским войскам выражения национально-освободительной борьбы армян, Нерсес Аштар-Акицы уже в марте 1827 года приступил к созданию армянских добровольческих дружин. Позднее на это было получено и высочайшее разрешение. В результате 15 мая 1927 года во дворе армянской церкви Кифлиса армянские добровольцы принесли присягу и торжественно получили боевое знамя. Во время церемонии убежденный последователь и идейный соратник Нерсес Аштар-Акицы Арутюн Аламдарян произнес речь, свидетельствующую о том, какой глубокий смысл и большое значение придавалось факту создания армянских дружин. Напоминая о том, что более пяти столетий армянский народ лишен собственной государственности и вынужден находиться под чужеземным игом, он призывал брать пример с кровавой истории прошлого, так как Россия не только хочет лечить раны Армении, спасти ее от уничтожения, но и поощряет, чтобы многострадальные сыны Армении поднялись за свою свободу, за восстановление родины из многовековых руин. Сознавая свою ответственность за разгром персов и турок, армянский народ всячески содействовал русским войскам. Нерсес Аштар-Акицы, Арутюн Аламдарян и другие организаторы и вдохновители армянского освободительного движения, которые не раз доказывали свою преданность России, были хорошими примерами для своих соотечественников. Созданием армянских дружин боевое сотрудничество русских и армян значительно усилилось. За свои заслуги в деле укрепления армянно-русских отношений Нерсес Аштар-Акицы был награжден орденом Святой Анны Первой степени, а в январе 1928 года орденом Александра Невского. В правительственном императорском виске и рескрипте говорилось, «С давнего времени и при многих случаях вы оказывали отличную приверженность вашу к России, в особенности же в нынешнюю войну с персианами. Вы приняли деятельность при войсках наших участия, подвергаясь даже личной опасности. Во все продолжения военных действий вы ознаменовали себя особенным усердием к пользам России, постоянно сохраняя в народе армянском приязненное к нам расположение, не только благоразумными советами и внушениями, но и личным своим примером». В ходе русско-персидской войны в начале августа 1927 года персы, стремясь остановить начавшееся в мае наступление русских войск на Ереванском направлении, вторглез Ереванское ханство, и 15-27 августа осадили первопрестольный Эчмиадин. Русские войска поспешили на помощь осажденному персами малочисленному русскому гарнизону Ечмиадина и присоединившимся к ним армянским добровольцам. Ищающее сражение произошло в окрестностях села Ошакан 17-29 августа. К началу боя персидская армия составила 5 тысяч человек, в русском отряде под командованием генерала-адъютанта Афанасия Красовского насчитывалось не более 3 тысяч. Но несмотря на десятикратно численное превосходство персов, отряд Красовского, в рядах которых также сражали сотни армянских добровольцев, отбил ожесточенные атаки врага. В решающий момент сражения искусный стрелок персидской, иранской персидской армии, армянин Акопа Рутюнян, из тяжелой английской пушки с тыла начал обстрел позиций перса. Освользовавшись паникой в возникшей рядах врага, русский отряд штыковой атаки героически прорывает кольцо окружения и доходит до осажденного Ичмиадина. Первопрестольный святой центр всего армянства был спасен от грабежа и разорения, а его малочисленный гарнизон, духовенство, местные жители от истребления. Нерсес Ашдаракет и так высказался об этом историческом событии. Горсть русских братьев пробилась к нам сквозь 30-тысячную армию разоренных врагов. Эта горсть стяжала себе бессмертную славу, и имя генерала Красовского останется навсегда незабвенным в летописях Ичмиадина. Поражение от русских войск в Ашаканской битве провалило планы Аббаса Мирзы по захвату Ичмиадина и дальнейшего продвижения на Тифлесе. Создала благоприятные условия для дальнейшего наступления российских войск. Получив известие о битве при Ашакане, генерал Иван Паскевич главными силами русской армии 5 сентября прибывает в Ичмиадине, а 12 сентября выступает к занятой персами крепости Сардарапат. Туда же 13 сентября прибывает и генерал Красовский с тяжелой артиллерии. Освободив Сардарапат от персов, российские войска предпринимают очередной поход на Ереван, и уже 1 октября 1827 года победоносно вступают в Ереванскую крепость. Этот день стал историческим днем в жизни восточных, да и всех армян. Весть об освобождении Еревана от персидского владычества была встречена с ликованием и в армянских общинах. Хачатур Абовян писал об этом. «Разрушение ада не имело бы такой цены для мучеников, как взятие Ереванской крепости для армян. Такого ликования не видела Армения с момента потери своей некогда славы». Гораздо позже, со всесторонней оценкой уроков истории, великий армянский поэт Иван Эстуманян напишет, «С взятием Еревана к России присоединилась находящаяся на этой стороне массиса армянства. И с этого дня в жизни и истории армянского народа открылся новый период». В связи с освобождением Еревана армянское население организовало спонтанное торжество, которое длилось несколько дней и завершилось официальной церемонией 6 октября. Во знаменовании освобождения Еревана была учреждена специальная медаль, которой были награждены тысячи российских и армянских солдат и добровольцев, принявших участие в его освобождении. Русско-персийская война завершилась поражением Персии и заключением Туркменчайского мирного договора. По нему под владычество России переходили Ереванское и Нахичеванское ханство и Алтубанский округ. Тем самым завершалось присоединение восточно-армянских земель к России, процесс которого длился почти три десятилетия. В этот период в армянских кругах господствовало мнение, что русско-персийская война 26-28 годов приближала к тем основным видам, кои со временем Петра Великого имелись предположения, что давно желаемое ныне совершается. Присоединение территорий Восточной Армении, в том числе Карабаха-Арцаха, к российскому государству создало необходимые условия для мирного развития культурного прогресса армянского народа. Велико было и влияние передовой русской литературы и искусства на армянскую, которая стала активно развиваться. В этом отношении Россия сыграла по-настоящему прогрессивную роль в истории Армении. Победа в Ушаканско-Аштарахской битве была увековечена мемориальным комплексом памятника в честь русских воинов героически павших в битве, который был возведен по проекту инженера Кампаневского в 1833-1934 годах, в четырех километрах от Ишмиатина, на пути к селению Ушакан, по инициативе католикоса Ебрема Цзорагерцы и архиепископа Нерсеса Аштарагерцы. Увенчанный крестом 25-метровый памятник-обелис был изготовлен из армянского красного туфа на средства первокрестольного Ишмиатина и пожертвования местного населения. Мы уже сегодня там были и увидели надпись на памятнике на армянском и русском «Пусть будет вечной армян-русская дружба». И памятник сооружен в честь 1131 русского воина, павших в битве при Ушакане. Надо отметить, что в 150-летнюю годовщину Ашаканского сражения в 1977 году вдоль автотрассы Ишмиатина-Аштараг простыми крестьянами были установлены мемориальные камни-памятники в честь армяно-русского боевого содружества и дружбы. На мемориальных камнях на армянском высечено в честь 150-летия Ашаканского сражения. Да будет вечной нерушимая дружба армянского и русского народа. И эти слова остаются более чем актуальными. И сейчас, в 195-летнюю годовщину Ашаканской битвы, я думаю, они будут актуальны и в дальнейшем. А мы чем сможем, должны содействовать этому, чтобы и среди простого народа большинство укоренилось вот это сознание. И тогда мы добьемся успеха. В противном случае, я не хочу на такой ноте запишить. Еще раз поздравляю всех нас с этой годовщиной и спасибо за внимание.